Номер один в мире по боевому самбо на данный момент Входит наряду с Федором Емельяненко в семерку бойцов Федор Тим Он идет на серии с пяти побед подряд без единого поражения В одном из сильнейших промоушенов мира Беллота И является самым реальным претендентом на титул в тяжелом весе Имя этого атлета Валентин Молдавский В этом фильме ты узнаешь о его целях, ценностях и жизненных принципах Погнали! Ну что, Валентин, рассказывай, как в детстве учился? Явно был хулиганом, да? Много учителя стреляли с тебя? Не, у меня, кстати, в этом плане было более-менее Я как бы и хулиганил, он учился всегда хорошо С моей мамой тяжело-плохо учиться Поэтому я как бы мог и окно разбить, ну и на Олимпиаду съездить Когда-то друга головой разбил стекло Он убежал, кстати, в этот момент Через окно? Да, практически, в другую сторону Очень хорошо быстро среагировал Я остался, в итоге я потом стекло вставлял Ну, в принципе, я и виноват был Его же головой разбил, он не виноват А чем вообще в детстве увлекался? Может быть, кем-то хотел стать? Какие-то мечты были? Хотел стать археологом лет до 14 Потом что-то так лет с 14 начал думать о финансовой составляющей жизни Понял, что, наверное, археологом не получится А до 17 лет особо я вообще не думал, кем я буду Просто в 17 лет так сложилось, что как-то перед этим сказал, да, я хулиганил много Поэтому папа с мамой отправили меня в военизированное учебное заведение Чтобы я, так сказать, остепенился Ну и все, я попал в 17 лет в ЛАВД или в ГУВД, на тот момент уже было Ну и 4 года там учился, а потом вот там попал в Россию в связи с событиями Я изначально даже, учась там, я не собирался работать Я знал, что я там не буду работать, сто процентов Лет с 18 уже, когда я выиграл первый чемпионат Украины по боевому самбо Я так подумал, думаю, так, наверное, надо двигаться в этом направлении А как вообще начал заниматься? Как, грубо говоря, к МАМА в этом пришел? Как начал самбо заниматься? Ну самбо из безысходности я начал заниматься уже почти 18 лет Потому что в УЗе не было классической борьбы, которой я занимался еще в школе Поэтому я позанимался, наверное, всеми стилями борьбы Я боролся по сумо, по грэплингу, по джиу-джитсу Да, даже по сумо По панкратиону, что там еще было Только, наверное, по борьбе на поясах я не боролся А так, наверное, во всех стилях борьбы я поучаствовал Ну там в Луганске я уже, наверное, курса с третьего Миша Васюченко такой парень был и есть Сейчас начальник спецназа, он все же в Донецке И он тренировал, ну чисто от себя Вот ему нравится спорт, он сам мастер спорта по панкратиону Или международник даже, по-моему Я часто за его клуб, клуб-лидер ездил Ну на разные соревнования, там на дежурстве мог на работе сидеть Он мне там звонит, говорит, так, завтра в Донецке, там, в принципе, недалеко от Луганска было Там часто проводили турниры по джиу-джитсу, по грэплингу, по ММА, ну по любительской Ты везде участвовал? Ну он звонит, говорит, поедешь, говорю, да, я там с дежурства на час раньше там написал Говорю, там, ушел там по семейным причинам, пошел, все, подъехал, мы сели, поехали, поборолись, вернулся Ну я там, по-моему, в Донецке, да, я все выиграл Сколько туда ездили, все, повыиграл Ну благодаря этому я потом в итоге в Россию и попал Ну и мы что-то ехали в Киев, и меня позвонил Миша Васюченко, сказал, что ему звонил Андрей Тюпин, который был вот этот организатор Донецких А ему позвонили из Крыма, то есть вообще там длинная цепочка пяти рукопожатий этих, что это же Крым только вошел тогда в состав России И их пригласили на чемпионат России по ММА в четырнадцатом году Ну и им нужен был полутяж И они позвонили Андрею, спросили, Андрей сказал, тут один приезжает из Куганска, душит всех И он позвонил Мише, Миша позвонил мне, а я в этот момент еду в поезде И потом, ну я как-то посчастливая случайность, у меня в рюкзаке был из-за гран-паспорта И гражданский, и в общем я доехал до Киева, никуда я устраиваться не пошел Потому что я так подумал, вот, это по ходу шанс И я полетел в Москву, а с Москвы в Ханты-Мансийск вошел в призы, и так уже потом завертелось, закрутилось Валентин, ты из Новопскова? Расскажи немножко про город, родители там у тебя живут сейчас? Да, родители там, ну это самый север Луганской области, Украина Сейчас живут там, ну, надеюсь, в будущем будут жить здесь, я планирую сюда транспортировать Я, наверное, потому что с маленького города мне очень большие города не нравятся, слишком много суеты Ну, это же, в Москве можно выйти за хлебом и вернуться вечером, реально, это вообще неправильно И без хлеба? И без хлеба, да, поэтому я такое не люблю Здесь я сел и приехал там 10-15 минут, ну, я не знаю, тут за час, наверное, даже с пробками ты с одного края в другой доедешь А в Москве ты можешь день простоять и никуда не доехать, поэтому Москву я не очень люблю Ну, приехать так чисто там, я не знаю, в гости к кому-то на 2-3 дня или там по делам, это одно А именно, если там жить, я вообще не представляю Если попадаю в метро, у меня сразу нервы начинаются, мне хочется людей вокруг убивать Потому что, ну, кто-то все на тебе лежат, халк ломать Да, ну, начинает изнутри такой гнев кипеть Поэтому мне очень большие города, они очень нравятся, Белгород – оптимальный вариант Ну, а дома, конечно, слишком маленький, там просто делать нечего Так приехать, порастить, да, хорошо, там друзей, родных увидеть Ну, по поводу оружия, наверное, я спрошу все-таки, просто, ну, как начал, да, вот это хобби, там, как пришел к такому Не, ну, в целом история просто нравилась всегда, ну, и, наверное, как большинству мужского населения Не какие-то экономические реформы, а больше какие-то военные столкновения вооруженные Ну, именно, вот, средневековое оружие, как-то по-современному я не особо интересовался И вот как-то так сложилось, что мне холодное оружие нравится Ну, и это так, это спонтанно было, я с какого-то боя приехал И мне какая-то ссылка выскочила, ну, как там для реконструкции делают, там, щиты, мечи и всякое Я три дня или машину покупал, ну, что-то я был в Москве несколько дней Я так подумал, думаю, а что, пусть будет мне интересно Поехал, заказал, мне привезли Это реально было такое ощущение, что я не оружие приехал покупать, а за наркотиками Потому что я приехал, мне сказали точку, я приехал в какой-то двор на окраине Москвы Приехал мужик ночью, открыл багажник Бросил в кусты, да? Ну, да, открыл багажник девятки в камуфляже Достал мне этот лук, стрелы, мечи Такое ощущение, что реально, как будто запрещенное я покупал С этими мечами, с луком в метро Я еще щиты хотел взять А потом, что-то думаю, это будет чересчур странно, если что-то буду со всем этим в метро Ну, увлечение так, спонтанно получилось Ну, мое коллекционирование пока на этом и закончилось Я думаю, как-то мне стало не до этого Может, в будущем займусь еще этим вопросом Ты, получается, все просто в одном месте купил у одного человека? Да, ну, а то и здесь где-то есть, по-моему, много таких мероприятий Тут реконструкции под Белгородом проводили Я ездил даже пару раз, смотрел Веселое мероприятие Мне кажется, судя по тому, как они дрались Те реконструкции, на которых я был Мы, в принципе, Федор Тимом можем, по-моему, чемпионат мира выиграть Потому что там работы с оружием никакой Они друг с другом врезались А там победа, короче, у той команды Которые больше людей осталось на... ну, смысл свалить Я так посмотрел, там, навыков единоборств рукопашного боя никаких Думаю, мне Вадика и Толю Мы бы втроем там по пять человек их подсечками просто переводили все Надо будет пацанам тему закинуть Толику лук дадим, пусть стреляют по ним с дистанции Ну, я просто реально там вообще, ну, как свалка Мужики в парке, когда вот начнут драться какие-нибудь пьяные Вот приблизительно так же они дерутся Думаю, там неплохие шансы есть, в принципе, у нас Смотрел «Викинги»? Да Как тебе? Очень недостоверный, конечно, исторический Ну, просто сериал, это как развлекуха Там, в принципе, если по периодам смотреть Там они просто в жизнь одного человека напихали просто все исторические события, которые были Там Рагнару к моменту смерти лет 200 должно быть, минимум Потому что ему приписали вот это нападение на монастырь для Нидисфарна Оно было в 793-м А Рагнар разграбил Париж в 845-м То есть прошло сколько? 52 года А он там что-то как-то одинаковый бегал, да Ну, такие моменты Плюс там по вот этим всем амунициям Их они там реально в одной коже ходят Это странная защита для того времени У них там они получше экипировались А мы хоть не в латексе Ну да Сrien Последний Да А Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 У него уникальность просто физической силе и в ударе, но там нет, вы видели эти все его удары? Ну конечно нет, мы видели, да. Вот так, под такими траекториями. Виталь, как считаешь, Нган очень техничный? Ты видел его бои? Вообще конкретно не техничный. Вот Виталий Шабунин, эксперт в ударной технике, вам сказал, просто ну там реально под такими траекториями руки летят, просто человек до головы доносит, люди падают. Просто дурь и никакой там, ну вот это его уникальность, я больше его ничем не выделю. Самородок из этих песчаных рудников Африки вышел и давай людей гасить. С Валентином Молдавским мы познакомились, наверное, на карантине больше, чем в такой обыденной среде, потому что ребята готовились. Вадим Немков, у него какая-то чуйка была, он уже это не раз говорил во всех интервью, что у меня чуйка, что где-то будет на лето мне бой. Он с января тренируется, такой пахарик. И чтобы все силы сохранить, он продолжал набирать обороты. Нас подтягивал себе в Тамароку, мы тренировались с ним, либо мы на улице были, где-то там на стадион, на пляж выезжали, на песке тренировались, что усложняло условия. Чем сложнее условия, тем крепче становится боец. Там мы и познакомились с Валентином. Мы сначала постояли с ним в парах. Ошибок было куча, потому что, честно говоря, не кривя душу, рук не было вообще. Дури много у него, физически сильный парень, а техники охота было вот так вот сделать. Думаешь, такой уровень, там, мастер спорта международного класса по смешанному единоборству, а рук нету. Вот, ему понравилось в парах, он еще попросился постоять, потом начал, по-моему, с Витей Немковым мы работали уже больше года, работаем с ним. Вот, и он посмотрел на это все, попросил тоже на лапах. Вот, я подержал, ему понравилось, мы начали его редактировать потихоньку. Вот, и вот так вот день за днем мы начали с ним списываться, созваниваться, встречаться. Где-то пары, где-то лапы, где-то мешки. Ну и, в общем, начали такую совместную работу. Вот, он просил, чтобы я вместе с ним и с командой Федор Тим поехал в Америку, чтобы помогал секундировать. Но, как бы, визы нету, начали визу делать, еще с февраля месяца документы отправили, пока это все вот рассмотрели. Нам надо было уже ехать в ближайшее посольство, это в Киеве. В этот же день обрубили границу, и виза плакала пока что. Вот, ну и все, мы продолжаем с Валентином работать, работать. Каждый день мы, наверное, здесь были в зале, и вот день за днем мы с ним оттачивали его комбинации, которые ему необходимы были к сопернику. Это Рой Нельсон был, мы пересмотрели его бои еще, там, не знаю, уже в десятый раз. Ну, там, подбирали ключики. Задачи не было у нас там его ударить, нам надо было его больше деклассировать. Вот, что мы, в принципе, и сделали в этой работе. Ошибки есть, они всегда будут, вот, но чем больше ошибок, тем больше нам надо работать. А желание у него хотя бы добавляй. На что вот обращу внимание, что Витя Немков, Вадим Немков, Валентин Молдавский. Во-первых, очень скромные ребята, это во-первых. Во-вторых, настолько вот послушные, ну, как дети. Им говоришь, что они делают. Есть два таких момента, когда человек умеет слушать, а эти умеют и слышать. Слушать можно и рассказы, и все, а эти слушают и делают. Вот, вот в этом такой большой плюс. Ты сегодня пришел там, уже после отдыха, сегодня пришел 12 раундов отпахал. Как бы это очень большой плюс. Вот, что еще про него сказать. Такой очень целеустремленный человек. Хочется еще больше подредактировать там тот же удар по корпусу. У него удар очень мощный. Вот, он, когда пришел, вообще зажатый был. Как кирпич спина была. Мы его расслабили, сумели расслабить. Сумели поставить ноги, чтобы шли вперед, а не туловище валилось. Вот. Валю, когда посмотришь, вспомнишь, посмеешься. Вот, такой, как медведь был. Хотя называемый он волкодав с недавнего времени. Ну, такой очень, очень приятный, позитивный парень. Как бы, одни симпатии, в принципе. Ему куда скажешь, тогда он и приедет. И тренироваться. Это лишь бы было задание. По желаниям. Как и Валентину Молдавскому, так и всей команде Федор Тим. Пожелать можно многое. Но самое главное, это не останавливаться, идти вперед. Вот. Чтобы все было с Божьей помощью. Без травм. Вот. Всего самого доброго. Пусть завоевывают самые лучшие вершины. Мы со своей стороны, чем сможем, поможем, вложимся в это дело. Приятно быть такой самой маленькой там частью, крупиночкой в этом всем деле. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Валентин, раз уж мы оказались в кафе, напрашивается естественный вопрос, вопрос о питании. Расскажи немножко о своем питании, меняется ли оно как-то, когда готовишься к бою? Часто думал прям ЗОЖ питание сделать, но что-то у меня не заходит, это все, вообще по-обычному ем, ну стараюсь, да, там, мясо, крупы, овощи, ну бывает по-разному, могу и в маке поесть иногда, ну поскольку я в тяжелом весе, мне так соблюдать, как ребятам не надо, ну так прям, чтобы какие-то правила питания были, нет. Я уже за, ну сколько я спортом, лет с 11 занимаюсь, я понял, что в принципе любой режим питания, если ты тренируешься, может подойти, ну вот просто как там считается, да, надо дробно питаться, да, там правильно раскручивать обменные вещества, ну в случае, наверное, если ты не особо много там физических нагрузок у тебя, возможно в этом есть смысл. А я в школе, к примеру, там, да, ходил на тренировки, там дополнительная школа, у меня было питание три раза в день, в универе я питался два раза в день, я два раза в день и очень плотно ел просто. Я перед утренней ел тренировкой, ел после утренней и после вечерней, вот две тренировки, два приема пищи. Ну я кушал прям так плотно эти два раза. Потом уже, когда по боям, что-то пробовал я пять раз в день, там были такие у меня эксперименты, ну недолго, как-то так я. Сейчас тоже три-четыре раза в день ем. Нет такого, что я прям вот именно так надо ездить вообще спонтанно. Если бы, возможно, гонял вес, было бы по-другому. Вот в принципе, когда там пацаны, там Толик, Немков, если они не гоняют вес, они тоже довольно так плотно питаются, не особо что-то соблюдают. Все начинают соблюдать, считать, когда именно сгонка веса. Поскольку у меня ее нет, понятно, что я там не буду в ночь перед боем пельменей, если пивом запивать, ну это нелогично, но пытаюсь соблюдать вот именно перед боем. Ну тоже там в Америке это трудновато, там много жирной пищи, тяжеловато бывает как-то соблюсти вот эту норму по всему. Ну вот перед боем с Вассовым я прям конкретно что-то неделю ел. Мне даже в бою чуть плохо было. Что-то я не выдержал, так сказать, норму, которая должна была бы быть. Многие профессиональные спортсмены, особенно в Америке, пользуются услугами диетолога. Ты как считаешь, вообще это оправданно или нет смысла? Нет, конечно, это оправданно, если есть возможность. В Америке просто у них в целом все более организовано. У нас тут в России, в Украине, ну вообще на постсоветском пространстве все вечно так, типа, а ладно. И так сойдет? А сейчас и так получится. Ну что, вот у Хабиба есть диетолог, по-моему, но он много времени проводит в Америке, он уже, видимо, так сказать, схавал всю эту кухню, понимает, что и как. Поэтому у Хабиба есть. Ну, у нас, конечно, нет. Мы сами по себе все диетологи. Но я особо не диетолог, мне не надо. Ну, пацаны все сами уже, ну, они по сколько лет в спорте все соображают, как гонять, как не гонять. Ну, Федор, Федор Емеляенко тоже никогда не гонял. Я не знаю, не понимаю, не умею, не надо. Он тоже небольшой тяж, в принципе, ниже нас с Вадиком. По весу, ну, приблизительно так же. Поэтому, вот, Федор тоже никогда не гонял, но это ему не помешало 10 лет нормально выступать. Нормально, да, мягко сказано. Поэтому нет, диетологи, ну, возможно, оправданно, но у нас их нет. Так, ну что, давай перейдем к самым интересным шкурным вопросам. Я думаю, зрители будут рады. Сколько ты зарабатываешь за бой в Беллатор? Ну, не скажу. Ну, не то, что там запрещено, ну, не стоит распространяться. Я, в принципе, скажу так, лет, наверное, 5 назад я не поверил бы, что буду столько за бои зарабатывать. Но на данный момент я понимаю, конечно, что хотелось бы побольше. Ну, как и всем нормальным людям, я думаю, всегда стремишься, чтобы больше заработать. Если удовлетворяешь свои потребности, у тебя появляются какие-то новые. И поэтому, конечно, ну, скажу так, не обижают нас. Очень не обижают, но хотелось бы больше. Ну, и для этого тренируемся, побеждаем, и все будет хорошо. По контрактам Федор договаривается? Ну, там, Федор, Майк, ну, там много народу. Ну, основной, так сказать, связист наш с Беллатором, да, это Федор. Скажи, пожалуйста, на что потратил свой первый крупный гонорар? Это японский, ну, я не знаю. На тот момент он мне казался крупным. Сейчас, я не знаю, я так уже не думаю, но... А сколько он был? Не скажу. Ну, я как-то так, я его никуда не потратил. Я там, там, со знакомым там вложили, чуть-чуть денег заработали. Там было не настолько много, чтобы прям сразу тратить, но можно было что-то... Получилось? Да. Супер. Какая у тебя самая дорогостоящая покупка в жизни? Не знаю даже. Ну, машина, наверное. Только дом. Самая дорогостоящая, не скажу. Посмотрите в интернете. А есть какая-то покупка в планах сейчас? Супер дорогостоящая? Ну, сейчас в планах нет, но вообще в будущем, ближайшие, наверное, несколько лет, это дом. Хороший, большой дом. Дом здесь? Ну, да, думаю, в Белгороде. Как-то нравится мне здесь. Тут и в базе близко, и к моему родному поселку тоже недалеко. Поэтому, да, я думаю, где-то здесь. Ну, тут есть много места, где можно купить хороший дом. Или построить, что тоже, как говорит наш директор Денис Александрович, он сказал, первый дом надо построить, понять, что ты сделал не так, и продать. А потом уже построить для себя. Поэтому я не знаю, это я сейчас там у пацанов, кто там дома строит, я слушаю эти истории. Наверное, блин, купить готовые, наверное, проще. Но опять-таки, проще, ну, купить-то можно, но только ты же не будешь знать, что как. Если ты его строишь, ты хотя бы понимаешь, как там, что ложили, ты в этом всем процессе варился. А когда купил, там, потом проснулся, а дом упал, например. Да, крыши нет. Да, ну, что-то такое. Устроить, конечно, наверное, лучше, но сколько это головняка, я вот сколько слушаю всех, это просто пипец. Я думал, ну, как бы, заняться покупкой дома, но потом пока подумал, что рановато мне пока дом попозже. В это ввязываться? Ну, надо уже, если дом, то что-то такое прям, вот как представляешь. Не то, что там какую-то хибару непонятную, а именно, чтобы прям вот как... Я, правда, у меня образа в голове еще его нет, но я его формирую. Сколько, думаешь, понадобится боев, чтобы на дом заработать, так скажем? Не скажу. Может, я даже все зависит от боев, смотря на какой дом. На какой-то я, может, уже заработал. Ну, может, на тот, который я еще не придумал, еще не заработал. Не знаю даже, сколько. Все зависит от того, как бои будут идти. Ту-ту-цу, надеюсь, удачно. Опять-таки, как их часто давать будут? Если боя три в год давали, можно очень быстро заработать и на дом, и на все что угодно. Пока, как бы, бои редко. У нас вот, и у меня, и у Вадика, у нас за три года было по пять боев. Ну, то есть раз в семь-восемь месяцев бой, но, мне кажется, для нас, как молодых бойцов, это очень мало. Хотя бы, хотя бы три в год. Хотя бы. При том, что вы готовы к этим боям. Ну, вот, это вот момент, что с Нельсоном, как у меня произошло, почему я три недели готовился. Но, когда у тебя бои как-то идут более, ну, вот я, к примеру, только подрался, мне вот через неделю-две сказали бы, там, начало декабря или конец декабря. И ты уже приблизительно рассчитываешь, как ты сейчас отдохнешь, как ты будешь вкатываться, как подготовку делать. Это более логично. А когда у меня, ну, все лето, ну, не все лето, сколько, я, наверное, сначала карантина, мы тренировались, там, качались сначала, потом там начали бороться. Потом я просто думаю, а куда я вообще, ну, так гоню? И я просто тормознул, поехали на сборы в горы, мне говорят, бой. Вот, только я как бы сбросил себе, так сказать, форму прям набирать. Я уже так пару недель уже особо не напрягал себя, и тут на бой. То есть, если бы это как-то более было организовано, что ли. Ну, опять-таки, тут и с карантином много. Ну, да, да, да. Но у меня тоже, у меня и с Васселом было, я узнал 22 марта, я с ним дрался, я узнал обои 18 февраля. То есть, ну, за месяц, за 4 дня. Это что, подготовка? Тем более, к такому лосю, как этот Вассел, ну, это вообще ни о чем. Ну, поэтому тут тоже, когда как-то, получается, вот у Вади как-то все равно, ему заранее чаще сообщали. У него тоже было так, как у меня, но вот последние бои ему нормально заранее сообщили. Ну, этот последний, да, ему там на чуть-чуть раньше сообщили, чем мне. Ну, он говорит, чуйка у него какая-то была, как-то он почувствовал, что ему дадут бой в конце августа. Ну, неплохая у него интуиция, значит, что я ничего не почувствовал. Я забил уже, думаю, так, когда его там дадут тут бой. Ну, он первый раз такое говорил, он до этого не говорил ни про какие чуйки. А тут он прям, ну, я помню, он, да, он с июня начал так. Я говорю, а что смысл? Ну, я с ним тоже вроде потом начал, а потом думал, что мы делаем, ну, какой смысл? А до этого как-то более налажено, можно распланировать сбор. Когда ты, ну, так тренировался там или качался или там в свободном режиме, и тут раз через три недели или дерешься, или опять сиди полгода, да, и, ну, куда деваться? Конечно, я буду драться. А потом эксперты там пишут, вот, и так подрался, и так подрался. Ну, ты за три недели подготовься к бою на таком уровне, да, будешь мне рассказывать, что там, как-то. Если бы вот как-то, и вот тоже сейчас вот я там дома отдохнул, приехал сюда, начинаю тренироваться. А, ну, схему тяжело выработать, потому что ты не знаешь, когда у тебя будет бой. Если ты знаешь дату, ты уже, понятно, так, эти три недели мы делаем это, неделя послабления нагрузок, три недели то, и еще там три недели завершающих, как именно спарринг и борьба. А сейчас вот как, ну, не понимаешь, начнешь делать одно, а вдруг бой дадут. Уже надо будет менять сразу по ходу дела. Ну, то есть, когда было бы оно на потоке, оно понятно, ты отдыхаешь, и опять, как, так сказать, как на конвейере, раз, пошел то же самое, раз, 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 подготовился. А так сидишь такой, ну, вроде профбоец, когда бой, что делать? Что тренировать сейчас? Ну, сейчас вот, скажу вот к Виталию Шабунину, что вчера у него были, вот, ну, чисто ударку подтягиваю, мне просто, именно как нам Федор говорил всегда, что говорит, там одно и то же может рассказывать много людей, но кто-то тебе один, вот, именно он тебе может это донести. Вот с Виталием у меня это взаимопонимание есть, он как-то так мне показывает, что я, ну, начинаю понимать, как вложить удар, не вложить. Ну, тоже, да, вот тут как-то вот есть даже там тренер может быть не то, что плохой, просто вот как-то не сходится, не понимают друг друга люди. Например, у меня были тренера по ударке и до того, как Федор Тим попал, но у меня ударка, ну, блин, не шла вообще. Я там что-то как-то бил, иногда даже там по любительскому кого-то в нокдаун и там в нокауты посылал, но тоже так там было. С закрытыми глазами непонятно куда там попал, упал. С Теллингану? Ну, типа такого, да. Но вот именно Федор, к примеру, нам, ну, у пацанов у всех ударка изменилась. Вот он на деталях нас подводил, что вот чуть-чуть так, чуть-чуть так, сбрасывайте руку. И вот как-то на вот эти детали, если ты их запоминаешь, анализируешь, она раз-раз-раз-раз-раз-раз, и у тебя выстраиваются. Потом именно вот Федор мне в целом донес вот как вообще расслабляться и руки кидать. Вот у Федора это получилось. Вот у Света, ну, вот сейчас Федор, ну, часто занят, мы как бы с ним мало, ну, увидимся он в Москве, там, у него своих дел хватает. Ну, поэтому вот сейчас в Белгороде я вот больше с Виталием, и Виталием мне именно вот, ну, так сказать, акцент ставить, чтобы вот именно... И вот я вот чувствую, да, что это приходит. Вот именно когда с ним работаю, вот у него получается мне донести, как это делать. Поэтому мне, в принципе, все здесь устраивает. Тут зал кроссфита есть еще, 4722, хороший зал, Артур там, начальника, тоже иногда, ну, давно не был, вот все здесь с этими коронами, он же закрыт был. Вот думаю, тоже сейчас с вами отснимусь, там, по делам съезжу и, наверное, начну к Виталию ходить и в этот зал 4722 начну потихоньку. Слушай, ну, сейчас цель яснаю, это пояс Беллатор, а дальше что в UFC? Давайте пояс сначала Беллатор забрать, надо поступательно мыслить. В целом, конечно, хотелось бы там лет до 40 подраться и забрать как можно больше всего. Я бы такой и UFC, и в PFL бы в Гран-при я хотел бы тоже побывать. Много где есть подраться. Ну, в целом, сейчас, наверное, самое интересное, что есть, это да, Беллатор, PFL и UFC. Ну, PFL чисто потому, что вот этот формат Гран-при мне было бы интересно подраться. Ну, и UFC, конечно. Ну, вот если бы собрать такой страйк, это было бы вообще, я думаю, нереально круто. Ну, это дело будущего. Сейчас надо Беллатор дожать уже, а дальше уже думать. Опять-таки, Беллатор, там, после момент того, что после завоевания пояса, там, финансовые вопросы будут намного интереснее решаться. И, ну, соответственно, там, что UFC сможет предложить взамен. Пояс-то хорошо, но если тебе в три раза меньше заплатят, ну, какой в нем смысл? Понятно, что мы там, изначально мы приходим, да, за титулами, и в дальнейшем тоже титулы, это важно. Но если они не идут в комплексе с заработком, то, ну, смысл ходить, там, с поясом UFC и получать, там, меньше, чем какой-нибудь рядовой боец в Беллатору, ну, это в логике нет. Ну, да. Ты же, если чемпион, значит, ну, и заработок достаточно должен быть. Или, если ты чемпион Беллатор, и ты переходишь в UFC, ну, должен же тоже быть. Ну, да. Ну, уровень не меньше, а там, скорее всего, тебе столько не начнут платить, как чемпион Беллатору, вот в чем еще проблема. Если как-то, ну, опять-таки, могут начать платить, если ты, там, пойдешь кому-то в лицо, плюнешь, ну, как это любят, там, кому-нибудь дом спалишь, ну, чтобы, короче, привлечь внимание, вот эти все интересные вещи делать начнешь, там, как Конор, там, деда какого-нибудь в баре ударишь, ну, то, что людям нравится, что люди же. Ну, я бы не сказал, что это людям нравится, конечно. Да как? Как он деда какого-то. А сколько, а сколько, ну, больше, черный пиар же тоже пиар. Ну, конечно, да. Ну, просто, вот, как, ну, про нашу там команду, говорят, вывод, там, тихие, не тихие. Ну, кому-то подходит формат, мы это все понимаем, мы это все тоже можем делать, ну, мы там, мы понимаем, как это все работает, ну, тут ничего сложного нет. Просто на камеру чудишь, дичь какую-то, и все, о, вау, боже, давайте напишем. Кто-то напишет, какой молодец, кто-то напишет, какой он сволочь. И все, и пошел диалог, тебя обсуждают, ну, как вот с Конором. Ну, да, да, да. Поэтому это сделать несложно, но тут просто момент уже, ну, как ты, вот это получается, ты свои принципы и какие-то понятия, как себя вести, продаешь за деньги. Это тоже, как бы, понятно, что мы в спорте ради титулов, там, и денег, да, там, спортивное достижение и финансы, но и себя, как бы, продавать, это, ну, тоже как-то глупо. Просто, если, там, давали мне, там, советы, типа, вот перед боем с Роем, там, чуть ли ему, там, не плюнь, не ударь, там, скажи, там, что он жирный мешок, говорит, по-любому денег больше будет. Ну, из-за, там, заработка более высокого я, ну, так себя вести не буду, потому что, ну, я не могу через себя переступить. Вот Кирилл Сидельников про это говорил, что, ну, не могу я себя так вести, я не могу. Я не буду играть кого-то другого, поэтому. У нас просто, ну, и в целом в России, так, в основном, ну, дерешься и ведешь себя, как ведешь. Я почему-то сомневаюсь, что Конор вот именно такой он в жизни. Ну, бляд. Ну, я уверен, что не такой. Ну, если он такой, то ему надо в психлечебнике, ну, потому что, ну, когда он, это что, он чудит, там, этот, ну, просто он хорошо понимает толпу, понимает, как с ней себя вести, поэтому. Он понимает, как раззадорить народ, а так, по сути, если он себя так ведет, реально усмирительная рубашка и какое-нибудь течебное заведение, потому что, ну, на всех этих мероприятиях, ну, просто понял, что так, чем жестче я что-то вычую, будет классно, все будут рукоплескать. Опять-таки вопрос, как бы, нашего социума, что людям нравится такое, не просто драться, а когда вот придумывают конфликт, и не просто конфликт, а когда именно грязь, конкретная грязь идет. Ну, на Хабиба тогда вот эти все гадости, ну, он, по-моему, просто, по-моему, уже Конор под собой земли не чувствует, потому что, ну, реально такие вещи задвигать. В России, где, как бы, в Москве дагестанцев больше, чем в Дагестане, там, мне кажется, там, сколько с ним охранников ходило, если бы там кто-то задался целью, если бы реально разозлилось, так сказать, сообщество дагестанцев, там бы снесли вместе с отелем, ну, поэтому. Ну, и, может быть, надо было. Ну, не то, что там, не, там, не, конечно, там, не, как, не там, не калечить, ничего, но просто так к факту, что, показать, что парень, А садитесь еще? Да, мы туда можем тут что угодно с тобой сделать, поэтому давайте, наверное, фильтруй, что-то несешь. Он, конечно, лишнего дал. Поэтому Хабиба еще его как-то мягко так просто придушил. Там надо было, чтобы судью вывели, чтобы он вообще там наггами попинал, пока он там лежит, там, потоптался по нему, что, ну, реально лишнего давал сильно этот Конор. Ну, как вы поняли, я не фанат Конор Маграда, совершенно. Ну, да, вряд ли, вряд ли. Я такой, ну, мне не нравится. Он молодец, да, он по-своему, там, денег заработал, да, но я не знаю, стоило того. Просто есть ощущение, я ничего, никак, я здоров, я ему молодец, он пусть у него хорошо будет. Ну, обычно вот такие ребята очень быстро взлетают и очень быстро потом или сидят, или скурились, или спились. Поэтому, ну, просто двояко. Жизнь же не заканчивается тремя, там, пятью годами. Поэтому это все очень быстро может закончиться. И не только ж в этом смысл жизни. В 60 лет ты уже, не так важно, сколько у тебя будет денег. Я не думаю, что там какой-нибудь дедушка, ну, вот, там, на рыбалку живет возле реки в обычном домике. И он, я думаю, может быть более счастливым, чем какой-нибудь олигарх на яхте, но у которого грозит совесть за какие-то там поступки в жизни. Я просто дома, когда был, летом, я там на пляж выходил, и там каждый день, ну, наверное, мужик, ну, лет 60, может, с чем-то. Вот он на лодочке с удочкой, каждый день, собака у него в лодке, вот он плавает. Ему многое не надо для счастья в целом, я думаю. Ну, я думаю, он, ну, прекрасно, ну, и, конечно, я не знаю, но вот так визуально смотрелось, что человек вполне доводен жизнью. Поэтому, а какой-нибудь, да, там, на яхте дядя, может, сидит и всю жизнь страдает из-за каких-то поступков. И думает, зачем я ударил того дедушку, да? Ну, да, или что-то типа такого, поэтому, ну. Тут такое, исключительно из-за денег, из себя такого клоуна делать, ну, не знаю, ну, дело каждого. Вернемся к UFC, когда ты туда перейдешь, если ты туда перейдешь, все-таки соберешься, как думаешь, кто там будет чемпионом в твоем весе? Во-первых, это, я по датам точно сориентировать не могу, поэтому, я не знаю даже, может, кто-то новый появится. Все быстро меняется. А, ну, когда там, года три назад там появился? Ну, чуть, наверное, побольше. Ну, короче, быстро, вот раз, сейчас еще какой-нибудь там выскочит, мастер-фломастер начнет там людей крушить, поэтому, я не знаю, это предполагать нельзя. Мелочи, он вообще же собирается по ходу в один-два боя, поэтому я ничего предполагать не буду. Кто-то будет, а там, там по ситуации будем смотреть, мне сейчас надо пояс Беллатора, дальше уже по ситуации будем переходить, либо не переходить. Понятно, что там и я, и Вадик, и Толик, вот, Вадик уже чемпион, я думаю, мы с Толей тоже в скором времени должны забрать пояса, у нас во школе будет тогда три пояса Беллатора, это будет вообще что-то нереальное, я думаю. И понятно, что без UFC, если так смотреть будущее, чуть-чуть так нас всех сейчас приподнять, ну, как бы, там, это как обычно могут написать, ой, это что вы там еще выиграли? Ну, в целом мы там 6-7 лет назад вообще никто не слышал ни про кого, ну, а сейчас как бы в ведущем промоушене мира, в одном из ведущих, ну, поэтому там, когда ребята начинают, с кого это, что ты там сможешь? Ну, по себе же не судите, пацаны, надо же ставить какие-то невозможные цели и стремиться их достигать, поэтому, если в будущем посмотреть, то, конечно, если мы в UFC, не знаю, там, станем, не станем чемпионами, но именно достойно не повыступаем, то, как обычно, наш доброжелательный народ расскажет, какие мы уничтоженные бойцы, потому что, что тут Беллатор, вот я тут пельмени на ночь жиру, я лучше умею драться, я такой эксперт, я по клавиши даже попасть могу, но это при любых раскладах будет, там, хотя, в принципе, даже если так посмотреть, то, даже если, я не знаю, по-любому найдется тот, кому что-то не нравится, как бы ты, даже, вот, предположим, там, в будущем, очень на это надеюсь, у меня будет поиск Беллатор, UFC и ПФЛ, да, я выиграю гран-при. Все равно будет очень много народа, который будет говорить, ну, что, он с тем не дрался, а с тем не дрался, а вот в то бы время, то ты его, ну, кстати, вот теории выстраивания. Поэтому, в принципе, мы будем драться там, где нам лучше, а там ребятам, как нравится, не нравится, я же говорю, UFC пойдем, но должны сойтись некоторые факторы для того, чтобы мы там оказались, а так чисто идти, потому что, о боже, это UFC, у меня такого нет, у Толика такого даже приблизительно нет, Толя, он, по-моему, не совсем знает, что такое UFC, по-моему, вообще все равно, UFC, 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 Толя, вот, очень спокойно к этому точно относятся, но у него там нет такого, что вот, именно надо UFC. У нас с Вадиком есть мысли, но прям сказать, что это там наша мечта, мы должны быть в UFC, ну, предложите что-то. Ну, вообще, в идеале, это если вот выиграешь поезд, там, 2-3 защиты Беллатора проводишь, и тебе предлагают сразу за поезд UFC контракт, ты за поезд, сразу. Было вообще отлично. Поэтому, вот это был бы идеальный вариант, они тоже, там, 300 лет драться, пока, там, тебе дадут, ты уже такой, на пенсию пойти, я тебе говорю, вот, на, поезд. Ребята, можно было чуть раньше. Тоже, много моментов, там, на многих бойцов, как начинают, там, вот он сейчас так, а вот говорили, выиграть, а не выиграть. Ну, бывает, что вот у него был пик, там, 2 года назад, это было время, когда надо было давать, у него, там, случилась травма, там, или они дали бой, и он, там, растренировался, еще что-то, ну, много моментов, может быть, может, кто-то был бы чемпионом, но в силу определенных обстоятельств, вот, опять-таки, вот, чтобы чемпионом стать, не только надо быть, там, талантливым, трудягой, там, еще надо, чтобы очень много вещей сошлось, чтобы это, ну, стало возможным, поэтому, там, рассказывать, о кого, какой уровень, какой, кто-то был на пике, и вот, когда ему, наконец-то, дали эту возможность, он уже был не такой, и все, и не получилось. А кому-то повезло, кто-то это смог сделать именно тогда, когда было это самым оптимальным вариантом. Ну, давай все равно пройдемся по действующим бойцам UFC, я думаю, людям будет интересно, как все-таки побеждать Нгану, Миочича, или того же Джонса в тяжах, есть какие-то у тебя предположения? Ну, если мне дадут с ними бой, наверное, с ними я подойду к подготовке очень серьезно, вот, если бы мне дали, там, Нгану, Джонса, либо Миочича, вот так, как с Роем, за месяц, я бы не согласился, я сказал, ребят, ну, я же должен хорошо с ними подраться, а не АБК готовиться, там месяца три хотя бы, или четыре. Ну, не знаю, там бы разбирал, просто до этого бои, если честно, я, ну, такого прям плана на бой у меня никогда не было конкретного. Хотя вот у Джонса в этом клубе, у них прям там жестко разбирают, у них там чуть ли не на каждый какой шаг, какое действие, какое смещение, какой удар там, у них, вот, у них планы, разборы очень жесткие, у нас как-то так, ну, не сильно это все, больше импровизации у нас у всех, причем. Как-то так, в общих чертах смотришь, ага, бросает это, ну, это, значит, приблизительно это сделаю, ну, и так, в общих чертах, а, ну, да, понял. Вот, наверное, с ними я бы прям, прямо бы сел, рассмотрел, разобрал бы, и уже выстраивал бы план именно по четкой схеме, потому что с ними, мне кажется, чисто от винта это будет самоубийственный план, но, мне кажется, из них всех легче всего. Давайте, ребята, эксперты, сейчас начнете мне рассказывать, какой я, что я тут несу, меня там убьют, вынесут, а, ну, как обычно. Ну, легче всего это ангану, потому что он наименее, то есть наиболее однообразный, поэтому, ну, когда человек более, ну, максимально однообразен, с ним легко выстроить. Джонс может везде что угодно, как угодно что-то придумать, и милочич так же, может перейти от борьбы к ударке, к ударке борьбы, у него переходы в такие, ну, а ангану это просто мощь, вылетел, срубил, ушел. Он попытался, типа, план сделать с этим, с Дереком Льюисом, ну, и что, просто проходили, два таких типа, которые нокаутируют всех наглухо, друг с другом походили, ни разу друг друга не ударили, ну, там, типа, как ангану сказал, я хотел показать, что меня хватит на все раунды. Не, ну, в принципе, мог бы по парку пройтись, тебе тоже, наверное, 15 минут хватило, ну, ты проходил 15 минут, я хотел показать, что у меня есть функционал, ну, функционал от спортивной ходьбы, ну, наверное, да, есть у тебя для спортивной ходьбы. И, опять-таки, следующие бои, он всех срубает, ну, как можно понять, есть у него функционал или нет, если он срубает всех. Опять-таки, если такая же рубка будет, как с милочичем, понятно, что он может так же сдохнуть, потому что бой с Дереком Люсом – это не показатель функционала вообще никакого. Если ты выходишь и, там, 2 минуты просто в размене, это один уровень нагрузки, правильно? Ну, конечно. Ну, а когда ты 15 минут проходил, это меньше, чем даже минута в размене просто. Как бы стало именно друг друга, начали, насыпают друг друга, вот это, ну, понятно, что ты устаешь. А когда ты просто ходишь, там, что-то дергаешься такой и не достаешь даже, и тебя не достают. Это тоже удар, это тоже функционал садится. Чем больше тебе в голову прилетает по корпусу, оно незаметно садится, садится. Поэтому, я думаю, функционал у него не лучше, чем был в бою с милочичем, потому что в бою с Дереком он просто походил и, ну, и все, и ушел. Поэтому тут, как бы, момент такой, я думаю, что Нгану из этих троих самый легкий оппонент. Опять-таки, если четко выстроить с ним работу, чтобы не напороться на его, вот тоже сейчас говорят, он там, вот, вырубает, так они все делают то, что ему надо. Они начинают с ним размениваться. Они не пытаются, там, резать углы и как-то там, даже вот последний этот, который, там, какой-то ударник, я его не знаю, но видел, как его вырубили. Он просто по прямой начал убегать от него. И тот, соответственно, с этим бегом и размахайками своими просто его достал. Если бы он сделал шаг назад и шаг в сторону и насыпал сверху. Все равно, как ни крути, вот, все-таки ударка в ММА и даже в UFC, ну, далека от того, как, вот, там, боксеры, именно, высококлассные боксеры работают, очень далека. Поэтому я вот не знаю, что там Нгану кричит, с кем он там подраться в боксе хочет. Наверное, он просто денег хочет. Потому что в боксе, я уверен, его свалит, ну, топ-10 весь. Ему плюха-плюха ему не поможет, а? Стайсону Фьюриу. И Фьюри, и это все его перебьют. Ну, понятно, Фьюри, он такой корявый какой-то, но он боксер, все равно чемпион мира. И я думаю, Нгану, во-первых, у людей там руки возле головы для начала, а у Нгану они где-то здесь. И вот он вот этими мельницами. Ему же этот попал, которого он срубил. Он попал ему больше раз, просто что у него не хватило мощи. Он же на встречных движениях, на отходе, два раза ему попадает, пока от того рука долетела. Он ему два раза ударил, тут просто не понял, и достал все-таки, а тот упал сразу. Поэтому тут такая схема, а там в боксе точно не прокатит. Ему там на костыляют, мне кажется, много кто. Так что, я думаю, Нгану самый простой. Опять-таки, просто выстроить план и не дать ему донести до головы удар. Что, конечно же, сложно. В бою по-любому прилетает, а у этого человека реально попал, все, там, нет, нет второго шанса. То, что ты там попали, ты там что-то, ага, так, понял. Там все, гаснет свет, поэтому там надо, конечно, осторожно с ним максимально. Но он мне очень показал, как что делать. Поэтому, в принципе, понятна схема действия. Бороть и возить его внизу и разбивать. Опять-таки, надо под это подгонять физуху, потому что такого крупного дядю тяжеловато будет держать внизу. Хоть он там прям особо не борется, но он физически сильный и тупо встает. И мне, как не очень большому тяжеловесу, конечно, надо будет функцию подогнать до очень высокого уровня, чтобы с ним там 3-5 раундов, тем более 5, чтобы провозить такого человека на земле. Ну, как обычно, там, все говорят, что ты там борешься, дерешься. Ну, с Нгану я бы определенно боролся. Я бы даже не пробовал войти в размен. Ну, зачем? Чтобы вам было зрелище, а у меня реанимация. Ну, как-то я... Я, конечно, понимаю, что вы любите зрелище, но я в реанимацию не стремлюсь. Поэтому я бы как раз у Зангана, там, пара ударов, отвлекающий маневр, нога партер, нога партер или корпус партер. Я бы, конечно, пытался завозить, задушить. Я так смотрел, он по болевым тоже не особо он ориентируется. Он один бой, конечно, выиграл болевым, но это было именно тоже никакой техники. Обычно, когда делают Кимуру, надо пылотно прижиматься, да, и выворачивать. Он просто стоял над человеком, взял руку на вытянутых руках и просто его вывернул. Это, ну... Это вот понятно, что человек что-то видел, он до конца даже не знает, как это делать. Он просто схватил и, как понимал, вывернул. Там просто, что перевес в силе. Сил хватило. Да, там, а так это прием вообще так не делается. Этот бой видел, думаю, блин, пипец, вот это там дурик, походу. И так-то тоже парень там немаленький внизу лежал. И он просто на прямых руках ему вывернул. Ну, поэтому, да. Он, наверное, и самый опасный, и в то же время самый предсказуемый из всех двоих. Так, наверное. Опасный именно в том плане, что просто может выровить. Ну, попасть, да. Меочич с Джонсом даже тебе попадут. Ты еще там ходишь, можешь там что-то придумать. А этот, если попадает, все, маскарад заканчивается. Мы с тобой разговаривали про чемпионство UFC. А вообще есть у тебя такая цель или желание забрать два пояса? В тяжелом, полутяжелом весе. В принципе же ты можешь согнать. В тяжелом, нет. Я не хочу полутяжелого. Нет, если бы мне предложили что-то интересное. В финансовом плане в первую очередь. Ну, и именно полутяжа, если брать. То я бы спустился, наверное. Но исключительно, чтобы там вот пояс не пояс, нет. Это вы, ничего себе, я тут Беллатор еще не забрал. Вы мне уже два пояса UFC предлагаете. Давайте не это. В облака-то не залетать, надо более реально рассуждать. Сейчас Беллатор, а потом посмотрим, что как будет. Друзья, у нас тут все не просто так. У нас есть офигительный конкурс. А приз в нем просто нереальный. Вот эти перчатки. Это перчатки с последнего боя с Роем Нельсоном. Кто от большой деревенщины фанатеет, ребят, вам, наверное, будет интересно. От меня-то вряд ли, конечно. Поэтому я думаю, кому нравится Рой, вот эти перчатки. А конкурс будет такой, раз мы уже так много поговорили о Мгану в тяжелом весе. Придумайте, где еще, кроме восьмиугольника, сила Мгану может пригодиться. Самый оригинальный и веселый комментарий получат эти прекрасные перчатки. А два других отличной футболки «Северный десант» с росписью Валентина. Самый интересный комментарий я буду выбирать. Просто интересно, что вы сможете придумать. Как Мгану можно применить свою физическую силу, кроме восьмиугольника. У меня уже есть интересный вариант. Надеюсь, у вас будет посмешнее. Так, Валентин, ну мы не могли тебя отпустить без зарубы. Я вообще сначала думал с тобой спарринг построить, но потом вспомнил, что я еще жить хочу. Потому мы сейчас с тобой из лука постреляем. Из лука? Ты как? Давай попробуем. Как настрой? Не знаю, давно не стрелял, хоть он у меня есть. В смысле давно не стрелял? Так, это уже не очень, конечно. Ты захотел на паре еще? А, да, да, да. Ну, давай что-нибудь простое, там, не знаю, 10 отжиманий. Больше я все равно не вывезу. Давай 30 тогда, что ли? Выключай камеру. Да, все, давай-ка поедем отсюда. То есть ты стрелял из лука, да? Ну, стрелял, я же себе этот купил, который точный образец 10 века. Ну, честно, я давно... А, тут специальные, эти спортивные. Такие я не шарю. Да, спортивные, слава богу. Я именно настоящий образец. Я на таких ни разу не стрелял. Ну вот, хоть что-то первое с нами у тебя будет. Вы вообще договаривались, или вы так часто пришли? Ну, нет, просто мы пришли. Здравствуй. Анатолий? Здравствуй. Это Валентин. Здравствуйте. Я так ему потяжелее, а этот потяжелее. Ну, давайте мне потяжелее, ему полегче. Нет, не рука ниже, нет, поняемся. Животик умбрыли, вот так вот, головочку чуть вперед. Потому что межсезонья, животик никуда не уберешь. Это ваша стоечка, все нормально. У меня так всю жизнь. Меня очень заинтересовала ваша фамилия. Слушай, я из Молдавии приехал. Это польско-еврейская фамилия. Ну, это может быть какие-то корни польско-еврейские. Ну, да. Ну, с Молдавии я не знаю, вроде у меня родственников нет, но фамилия такая. Интересная. Ну, да, мне тоже нравится. Все города очень. Ну, сейчас красный. Берло получилось повыше. Ну, чуть-чуть. Я поспешил, надо было подержать. Ну, что, давай, лучник. Сколько там? Одна синяя, одна... Две синия? А, мы эти считаем? Ну, вот у меня желтая. Не, ладно, давай заново. Не, 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 давай ты. Я уже лучше... Я уверен, что ты лучше смог попасть. Не надо мне тут. Ну, этот лук, конечно, да. Он меня... Натягивай, натягивай. Че поделать? Давай, подержи. Че поделать? Давай, твоя очередь. Сколько там получилось? У меня маленькие стрелы, да, видимо? Девять, семь, шесть. Девять, семь, шесть. Двадцать, два. Все. Ну, у меня давайте фора плюс... Двадцать, два. А, конечно, да. Двадцать, два. Давай, Лука. Че ты Лука у него забрал? Хай стреляет. Давай, лучник. Слушай, чуть-чуть. Давай. А где стрела? Вообще не видно. А, вон. Справа. Сколько это очков? Интересно, минус 200, наверное? Да, это точно не очень. Так, ну, 30 раз отжаться, я думаю, тебе будет не тяжело. Ну, по-хрен, нет. Уже после Лука... А это уже не... Ты сам предложил. Так, ну что, пристрелочная была? Все, давай. Давай, все. Соревновательный. Соревновательный. Да, все, да. Ну, давай. Давай, зачет. Больно ты радостный, конечно. Ну, че, отжиматься придется тебе сейчас. Я левее чуть целился. А ты куда целишься, я не пойму? Ну, левее сейчас целился. Ага. Ну, ты в центральную целишь? Да. А где она вообще? Вон, слева. А, ну, я, то есть, перецелился немножко. Ну, все, я понял. Чуть правее. Давай, 22, ты ж помнишь? Да. Да. А 22, это мне что? Это у меня 22. Это мне уже невозможно сделать. Почему? Ну, если ты сейчас попадешь в 10, ай, 10, я, че, там, невозможно. Ладно, давай, если две десятки, я выиграл. Ладно, хорошо. Да, да, хорошо. Если две десятки будет, хорошо. Тогда будет ищ я, хорошо? Да, договорились. Тогда, да. Потому что две десятки... Да нет, ну, две десятки даже пусть он выиграл. Тогда, потому что... Субтитры сделал DimaTorzok опять куда-то в молоко ну ладно все ясно в принципе ну все давай отжиматься что ли я тебе компанию просто составлю 30 раз 15 камня нет 30 ладно главное что борьба была честная согласен согласен конечно борьба была честная борьба была честная хорошо вы ему подслуживали я кстати все время зато в мишени попадал ни разу в молоко не попал я под щит попадал и все давай ну давай 30 раз поехали это было 10 это было 10 я согласен плюс плюс минус это жутко и валентин хочу задать тебе прям фундаментальные вопросы которые точно будут зрители интересны из серии кто круче бэтмен или супермен твои топ-3 тяжеловеса на данный момент на данный да именно сейчас так как карме наверно уже не считаем он ушел да я бы посчитал знаешь карме нгану мелочь с третьего первое из первого по 3 или вот я их никак не наверное на первом все такими очень сейчас он как бы выигрывал энгану и карме два раза поэтому наверно мелочь 1 пожалуй корме 2 и гану 3 а топ-3 тяжеловеса вообще за всю историю как вы думаете наш старший наш старший товарищ ну федор соответственно первое там чтобы что не говорил но если брать сухую статистику даже время которое он был непобежденным тяжелом весе и соответственно количество титулов достижений количество побед поэтому конечно федор второе не знаю вы ласкеса многие считали что она тоже один извили чай ну я как-то мало маловато времени он так про правил мне кажется конечно он да крутой чемпион ну наверное в список троих я бы его не внес наверное меочи чикарме ну так судя по всему но список в связи с тем что джон джонс пришел может поменяться в скором времени это думаю а может и нет ну и напоследок самый главный вопрос как считаешь какие качества отличают обычного бойца от настоящего чемпиона не знаю я вижу не настоящий чемпион по спорте не могу я еще в стадии просто бойца поэтому не знаю ну как я наверно ничего нового не скажу реально трудолюбие талант в какой-то мере хотя ну не знаю даже ну вот у нас в команде я думаю прям талантливые это вадик и толя я кирюха и видя нихрена не талантливые просто так стараемся что-то получается ну поэтому ну а в принципе там же где-то на том же уровне да ну вот вадик и толя они очень паши много пашут но и у них и талант заметно что и талант они явно ну и они ну как обычно часто талантливые люди из-за того что легко все получается ничего не достигает потому что на какой-то уровень выходят а дальше тяжело и они такие а ладно вот тут то ли и у вадика у них вот комбинация трудолюбия и талант у нас с витя и с кирюхой просто трудолюбие потому что с талантом у нас как-то не задалось если честно но я так это мое мнение кирюха с витя не обижайтесь но я вот так считаю что мы с вами втроем не особо талантливые пацаны но что отличает ну наверное трудолюбие но и опять таки чтобы стать чемпионом я же говорю много факторов нужно сойтись ты должен встретить нужных людей на определенных этапах своей жизни там как бы потому что чемпион становится чемпионом имеет причастие первый тренер родители какие-то жизненные ситуации обстоятельства второй тренер там как какую секцию он попал как у него все развивалось итог куда он в итоге что это вот на своем примере потому что я сейчас профессионал огромный вклад моего первого тренера юрия викторовича жеребилова который именно вот моральный такой настрой никогда не сдаваться дал второй тренер олег викторович сотен был в университете где дзюдо самбо изучал миша ластюченко с которым я тоже в луганске уже начал ходить к нему в клуб тоже имеет к этому отношению именно там я начал с ним ездить на джиу-джитсу на там по ударным единоборством начал понемножку выступать потом в крыму во время пребывания в крыму там слава широкий тоже тренер был отличный тоже но есть и его вклад в итоге вот я попал в команду федор тим у нас санросили чмичков там воронов царство ему небесное тоже отличный тренер отличный подход ко всем имел федор владимирович емельяненко поэтому но вот и вот все эти люди по сути они имеют отношение к тому где я сейчас нахожусь на каком уровне и дерусь также и у вадима вот он сейчас уже стал чемпионом тоже первый тренер и многие люди имеют отношение к этому поэтому тут важно не только какой ты сам тебя окружает движешься вперед чтобы окружали правильные люди вряд ли если бы там ну не дай бог там в окружении нас были какие-то не знаю там не очень хорошие ребята вряд ли мы куда-то выбили все равно окружение тебя делает у меня во многом родители тоже то что у меня никогда не было такого что мне там запрещали там тренироваться или как-то и не только тренироваться в целом мне никогда не было такого чтобы мне какие-то преграды в чем-то чинили но понятно я там не говорил я буду дома варить амфетамин типа не мешайте нормальных вещах то есть ну как часто я тоже знаю там это не там нельзя то нельзя это мне как-то я довольно свободно себя чувствуя там и танцами занимался и борьбой занимался и там дополнительные всякие ну понятно что если бы я что-то не то делал нет наверно сказали а так целом когда двигаешься в нормальном направлении ну вот родители не мешали помогали где могли поэтому вот родители тоже много чего решают наверное я не очень верю так сказать судьбу наверно в какой-то мере удача тоже имеет вес в какой момент это произойдет будешь ли ты именно готов к этому морально физически чтобы вот это все сошлось они когда ты там я не знаю лежал три недели болел да и тебе сниматься уже нельзя выходить на этот мясо ялая 41 6 температура была я а я понимаю что он убой дали две недели остается я вычухался осталось ровно две недели я понимаю что ну блин сниматься вообще не вариант хотя мне помню приходили говорили что то наверное не надо в таком состоянии ехать ну ничего неделю конечно я до тренировался я был вообще но в бою в целом ничего сложного не сильно я там там устал в принципе три раунда проборолся бороться в основном тяжелее чем именно в ударке работать и ну чувствовался на опять-таки мой уровень борьбы был намного выше одно дело уставать когда человек реально вырывается встает а другое дело когда ты его переводишь там что-то лишь попробовал чуть-чуть и все поэтому тоже тут же расход сил тоже разные поэтому вот ну такая вот ситуация в таком состоянии на чемпионский бой если бы я вышел ну что в этом смог показать просто что уровень борьбы был выше а так последний счет бою меня как-то такое всегда там еле-еле такой выхожу и слава богу все заканчивается хорошо не хотелось бы чтобы дальше так было хочется нормально готовиться чтобы выходить и чувствовать что ты на пике так каждый раз выходишь и понимаешь что блин там там связка разорванная там еще что-то не готовился мало хотелось бы выйти вот на следующий бой хотелось бы прям выйти вот максимум что ты понимал я вот сто процентов даже больше поэтому тут как бы не только чемпиона зависит что он будет чемпионом от многих людей это зависит ты и и Субтитры сделал DimaTorzok